Здравствуйте, уважаемые подписчики! Я уверен, что каждый из вас для какой-то, не важно, радиолюбительской практики, для каких-то устройств заглядывался на беспроводные зарядки. Действительно, это решает многие проблемы. Если ты создаешь небольшое носимое устройство, то не важно, ты будешь зарядку через USB осуществлять или просто сделаешь отверстие для подключения блока питания. Все равно это нарушение герметичности, это туда ДН летит, пыль летит, еще какие-то сложности возникают, то есть, опять-таки, это же надо сделать, это отверстие в корпусе. А беспроводная зарядка, вот тебе, пожалуйста, и герметичность устройства легко как бы обеспечивать. Ну и, конечно же, все действительно на это засматривались, я не исключение, но всегда вот как-то так получалось, что в моих проектах беспроводных зарядок не было. То есть, по тем или иным причинам я всегда от них отказывался. Но интересно же, оно же каждому интересно. И вот тут мне чуть-чуть повезло, один из сотоварищей принес мне три модуля беспроводных зарядок, но, правда, они такие несерьезные, я бы их не назвал беспроводных зарядок. Это вот, на мой взгляд, больше похоже просто на устройство, попытающиеся, так, по воздуху передать чуть-чуть энергии. Но, тем не менее, алиэкспрессовские вот зарядки, которые можно будет в этом видеоролике и посмотреть. И тут, конечно же, я должен наговориться, что да, уважаемые господа, я понимаю, что схемотехника бывает разная, я понимаю, что сейчас у каждого уважающего себя производителя там микросхем есть свой набор микросхем для беспроводной передачи энергии, зарядки, там достаточно сложные, интересные есть устройства с уже высоким КПД. Я понимаю, что это передо мной, ну, полный такой откровенный Китай, но, тем не менее, было интересно посмотреть, пощупать это в руках, чтобы иметь какое-то представление о том, какие должны быть катушки, какова геометрия, какова действительно возможность передачи на какое-то расстояние. Я понимаю, что этот вот обзор, он не идеальный сам по себе, просто вот материалы, рождившиеся в результате тестирования всего лишь трех модулей. Начнем мы тестирование вот с этого маленького наборчика. Значит, вот диаметр этой катушечки всего лишь 20 мм. Это у нас передатчик, а вот это вот приемник. Передатчик я подключил к источнику питания. Тут сейчас 10 вольт, ну, потому что у него рабочие, если верить описанию, от 5 до 10 вольт. Здесь я сейчас, фу, до 12, простите, вольт. Я подал здесь 10, и ток у нее потребляет, она 60 мА. Вот такой вот на ходу, на холостом ходу. Так, сейчас мы можем, в принципе, мы можем осциллографом посмотреть, что она тут в эфир излучает. вот такая вот, вот такая беда. Это у нас 132 кГц, примерно, частота сейчас. Ну, выглядит, так скажем, не особо, но, окей, не суть важна. Значит, приемник. У нас здесь будет акриловая стеклышка толщиной 3 мм. Кстати, катушка излучающаяся, излучающая, достаточно сильно греется. Давайте мы посмотрим, я вот только что это заметил, 41 градус. Вот так вот, без особой там калибровки, проверки, это наверняка не точно. Накрываем ее акрилом, и давайте сюда положим катушечку приемника. Так, нам, где моя тут утилита? Сейчас мы ее, вот, и запустим, давайте, этот процесс. Так, ну, действительно, можно видеть, что у нас на графике 5 вольт, ну, там, 4,98, и ток 25 мА мы уже начали брать. Давайте будем повышать ток, собственно, и посмотрим, сколько можно снять, вот таким образом. Ну, на самом деле, я тут сразу скажу, в районе 300 мА у нас все это безобразие сорвется, то есть, я так понимаю, что где-то защита, возможно, сработает в приемнике, ну, вот, к сожалению, невозможно посмотреть, что это за микросхема, тут все, что можно, затерто, ну, давайте смотреть, что будет происходить. И вот, в районе, ну, вот, полтора ватта, так, если что, мы все-таки сняли. Значит, 1,6 ватта, и вот сейчас, где-то здесь, вот оно, вот оно случилось, такое впечатление, что оно ушло в какую-то защиту странную, то есть, оно пытается ток отдавать, вот, судя по графику, ну, и на этом все заканчивается. Если мы сейчас потребляемый ток уменьшим до 200 мА, у нас все назад восстановится. Вот сейчас все это, опа, и случилось, вот, некое переключение, вот оно стало достаточно устойчивым, это состояние, до 200 мА. То есть, ну, скорее всего, вот в этом чипе есть какая-то защита, ну, возможно, потому что, вот, перегрева я здесь не вижу, ну, ни в каком виде. Ну, и давайте, вот у нас сейчас получается сколько? Давайте мы до 300 все-таки мА тока разгонимся. Так, ну, да, вот можно видеть, что у нас около 310 мА. да, пульсации здесь, конечно, дичайшие идут, вот. Ну, а, собственно, здесь-то сглаживающее, что, вот этот маленький дроссель, он что, способен работать на 300 мА. Ну, и что у нас тут по, ну, и в эфире 132 кГц, вот, ну, понятно, там ступеньки, это вызвано, там диодики стоят, что тут у нас только не стоит, кстати, диод, да нет, не греется. Ну, вот, такое вот изделие, я его погонял, примерно, около часа, о, почему-то у нас все засбоило, видимо, слишком большой ток. Давайте все-таки уйдем до каких-то штатных величин, вот, и будем вот здесь себе жить спокойненько. ну, в принципе, вот, даже сейчас, без всяких там нагрузок, перегрузок, у нас, смотрите, передающая часть сейчас потребляет 200 мА, 10 В, ну, и здесь у нас 200 мА, только 5 В, то есть, в принципе, ну, КПД, так скажем, так себе, КПД получился у этой схемы всего лишь 50%, но, да бог с ним, я думаю, что большая часть идет почему-то в нагрев, передающие катушки, ну, может быть, так и должно быть, я не особо специалист по этим устройствам, ну, вот, первую мы оттестировали, давайте посмотрим, сейчас я все изменю, и посмотрим на второе изделие, так, ну, вот, второй испытуемый гораздо более странный, посмотрите, здесь в передатчике вообще непонятно какой-то модуль, маркировки на нем никакой нет, кроме подписанного ТХ, причем я даже не знаю, кто это подписал, ну, окей, катушечка диаметра 35 мм, это не греется, хотя, вот смотрите, я сейчас подаю сюда 10 вольт, давайте даже, наверное, подниму именно до 12, чтобы можно было хоть о чем-то судить, вот 12 вольт, и потребление у нас сейчас 90 мА, поэтому, давайте посмотрим, что с сигналом, что здесь вообще в эфире, в эфире, вот такая вот бяка, и частота этой бяки 71 мегагерц, 71,6, если быть точным, ну, вот, не такой уж и большой у нее размах, ну, да бог с ним, так, теперь давайте мы попытаемся сюда привнести приемную часть, точно ее положить, и мы видим, что на выходе у нас ровненько 5 вольт, ровно 5 вольт, вот они есть, ну, давайте попытаемся, сейчас я ее так поровнее поставлю, давайте попытаемся нагружать, посмотрим, что с нашей системой будет при нагрузке, так, 100 миллиампер, так, 200, 300, уже 2 ватта, так, уже даже ускорился у нас вентилятор, так, сейчас давайте мы масштаб немножечко изменим, чтобы было видно, так, но между тем, 3 ватта и почти 700 миллиампер мы, так, 800 миллиампер, а, и вот пошла, мы видим небольшая просадочка, по напряжению ее можно видеть, ну, это меня простите, передатчик у нас не греется, сейчас посмотрим, катушка передающая достаточно сильно нагревается, но тем не менее, ага, а у нас все сорвалось, да, все сорвалось, и никуда не годится, давайте будем уменьшать, о, очень сильно перегрелся у нас приемничек, прямо я вам даже скажу, сколько здесь, почти 86 градусов, давайте мы дадим ему остыть, ну, в общем-то, а что именно нагрелось, ну, в принципе, неудивительно, здесь нагрелся, вот этот чип, и нагрелся дроссель, в принципе, ну, неудивительно, я хотел бы, конечно, знать, что это за чип, наверняка он не рассчитан на такие мощности, ну, давайте все-таки мы это запустим, на хотя бы, вот, 500 миллиампер, давайте мы сейчас снизим до 500 миллиампер ток, убедимся, что напряжение достаточно стабильное здесь держится, так, а что у нас с нагревом, у этого всего, 69 градусов, 69 градусов, ну, давайте посмотрим, будет ли оно как-то изменяться со временем, но вот, такой эффект есть, ну, любопытно, любопытно, давайте сейчас чуть-чуть подождем, посмотрим, чем это закончится, 66 градусов, да нет, но не растет, то есть, можно, а вот передатчик вообще холодный, то есть, можно предположить, что это у него, ну, если вообще в этой технике, а нет, 74, немножечко растет у нас, температура чипа, да, конечно, нужен ему какой-то радиатор, потому что, ну, что это за платка, ну, это несерьезно, тут, что тут можно отвезти, какое тепло, ты тут откуда можешь отвезти, но, тем не менее, 2,5 ватта, передать оно вполне себе может, давайте, единственное, посмотрим, что у нас в эфие творится, вот, пока у нас есть такая возможность, а в эфие 73 килогерца частота у нас, и, ну, бяки особо и нету, никаких там вот, особых таких вот помех, ничего мы лишнего, гармоник каких-то не излучаем, ну, что ж, вот это мне гораздо больше, понравится, если бы, конечно, не вот этот модуль, который, ну, куда его, как его спрячешь, ну, достаточно компактно, достаточно хорошо, но спарено, мама не горюй, тут спайка, у них большая головная боль, я хотел посмотреть, как будет меняться напряжение, если мы будем приемник смещать, вот, смотрите, вот, на половину диаметра, мы сместили, и пошло резкое падение напряжения, все, и срыв, все, больше мы не работаем, у нас напряжение, можно смотреть, что здесь, что по экрану, у нас просто нет, ну, и вот, все начинает работать, как только, ну, логично, конечно, тут ничего не скажешь, логично, так оно и должно быть, но и на какой дистанции, ну, вот, да, все становится очень плохо, если хотя бы на сантиметр, отводишь катушку, но, в принципе, вот, из тех, что я видел, вот, это весьма неплохое устройство, оно хотя бы работает так, как ожидается, ну, и третье, это вот такая катушечка, сколько у нее получается, 42, 40, да, 42 миллиметра диаметр, это у нас передатчик, это у нас приемник, и показать мне ее не получится, потому что здесь проблема с передатчиком, я уж честно говоря, не знаю, что с ним именно случилось, здесь есть XKT 412, и вот, то ли 414, но надо уже под микроскопом смотреть, есть микросхемки, я так понимаю, что это или ключи, или еще что-то в этом духе, ну, надо реально посмотреть в дата-шите, и с ними реально проблема, одна из них, вот эта микросхема, она пробита, то есть, при попытке подать сюда питание, хорошо, что вот все-таки на лабораторных блоках питания, вот, у всех есть привычка устанавливать ограничения, то есть, она разогревается, и ток сразу стремится к бесконечности, поэтому, к сожалению, испытать этот комплект не получится, вот, но, с другой стороны, нет основания не доверять китайцам, мне, честно говоря, интересно было, частота, на которой он работает, конечно, это была, ну, так скажем, основная причина, и желание его испытывать, но здесь, понимаете, проблема в другом, с тем, что катушки, имеют, ну, сколько тут, больше сантиметра, да, получается, ширина, даже небольшое смещение от центра, приводит, к, с, падению эффективности, здесь, конечно, вот, в этом плане, второй набор, он был гораздо лучше, ну, вот, тем не менее, вот этот, он мне был интересен, испытать его не получится, я думаю, что он, в принципе, ватт 5, должен был, вполне себе, тянуть, здесь, неплохие, и, вот, диод мощный стоит, и дроссель нормальный в приемнике, то есть, в принципе, у него все были, так скажем, основания считаться одним из лучших, если бы не странно выбранные параметры катушек, и если бы не проблемы с его передатчиком. Мне удалось найти даташит на вот эту 412 микросхему, и вот здесь можно из нее понять, что это специализированная микросхемка, ну, по крайней мере, по мысли авторов, которая предназначена для беспроводных зарядок. И вот здесь, если полистать внимательно, то можно обнаружить, так, ну, диапазон вот входных напряжений здесь были, частоты тут были, но, на самом деле, вот я вам честно скажу, глядя на эту схемку, у меня возникает такое устойчивое чувство, что это просто 555 таймер, который вот снабдили мощным каким-то мосфетиком, и пытаются качать катушку. Я, признаться, вот даже, видите, эти же модули, которые у нас здесь и видны, я, честно говоря, думал, что будет что-то там, какая-нибудь подстройка частоты, там, еще что-нибудь умное, нет, ничего этого не будет, ну, поэтому мне не сильно жалко смерти этой микросхемки. Я думаю, что, в принципе, удачно подобрав частоты на 555 таймере, можно добиться ровно тех же самых достижений. Ну, вот, ничего, ничего абсолютно умного, я не понимаю, кстати, даже, а, вот они, смотрите, тут у них есть варианты, видимо, от этого меняется емкость, соответственно, фу, индуктивность, простите, соответственно, надо подбирать емкости, соответственно, это вот, ну, вот эти катушки, я вообще не знаю, как с таким можно работать, небольшим отверстием, ну, вот, вариантов тут масса, и вот, скорее всего, вот это один из тех, что у меня попытался, тут на 500 миллиампер, как видно, ну, небольшая мощность, я ожидал, что будет, честно говоря, больше, вот здесь есть вариант, смотрите, даже на 2 ампера, ну, дальше тут рассуждать, собственно, я не вижу смысла о чем-то, вот, как бы, микросхема понятна, применение у них, везде одно и то же, они, значит, задают частоту, и вперед, то есть, я вообще не понимаю, зачем мы тут рассматриваем какие-то это, ну, и вот, соответственно, есть схема приемника, она тоже особо не отличается, чем-то, вот, каким-то умом и разнообразием, на самом деле, вы не думаете, что при подготовке этого видео, я не просмотрел, там, сайты модных производителей, и с модными великолепными чипами, за парочку долларов для беспроводных вот этих зарядок и передачи энергии, просмотрел, но там цена бум-листа получается просто заоблачной, и что-то мне так не сильно нравится, причем, мало того, что там компонентов обвязки достаточно много, да, там еще и такие непростые расчеты всех этих катушек, связи и подобного. Честно говоря, вот, у меня такое вот чувство легкого разочарования, я ожидал, что чего-то за последние там годы было достигнуто, и есть какое-то чудо, которого я не замечаю, по факту, чуда нет. Есть дикое влияние всевозможных, там, металлических и прочих элементов, на эффективность всей этой конструкции, есть действительно достаточно большие, большие наводки на все окружающие элементы схемы, то есть, хоть выключай свою электронику в момент ее зарядки, вот, и каким-то образом соединяй все это вот с корпусом. Ну, то есть, я немножечко, так скажем, разочарован, и пока, по крайней мере, это использовать не буду, и я надеюсь, что это было, ну, в каком-то мере полезно и вам, и что вы вот как-то интересно провели время. Ну, и раз уж она попала в видео, буквально несколько слов о электронной нагрузке, которую я здесь показывал, ну, я просто предвижу, что будут все-таки вопросы какие-то, есть на канале несколько видеороликов, в которых я показываю эту электронную нагрузку, то, как я ее проектировал, создавал там, потом программировал, ну, на самом деле, это задумывалось, как вот небольшой такой программно-аппаратный комплекс, вот видно и второе изделие, это имитатор батареи, то есть, комплекс, который предназначен для того, чтобы платы, которые выходят со сборки, которые вот мы делаем, чтобы их можно было оттестировать, нагрузить и так далее, то есть, поэтому электронная нагрузка, можно видеть несколько отходящих от нее проводов, это обычный UART, при помощи которого она соединяется вот с консолью своей, находящейся на компьютере, где можно ее программировать, эту консоль, тоже ее видно было, она есть уже в видеороликах, я рассказывал, показывал, для чего и как она, ну, действительно, для того, чтобы визуализировать себе некоторые процессы происходящие, чтобы можно было, ну, так быстро на это смотреть, а не какие-то бездушные цифры, на экране этой электронной нагрузки. Ну, по факту, я, конечно, ожидал, что вот сейчас все мы это доделаем, и все будет замечательно, проект, он так и остался в какой-то степени готовности весьма низкой, потому что, ой, сейчас надо вот эту плату тестировать, поэтому мы вот здесь вот этот необходимый функционал сейчас допишем, и пусть себе стоит, работает, а потом, ну, и вот это потом оно длится уже там несколько месяцев. Ну, на самом деле, то есть проект весьма живой, и я надеюсь, что в какой-то обозримой перспективе, вот почему я начал вообще об этом говорить, я его выложу, то есть, может быть, кто-то там из начинающих захочет себе повторить, то есть, получить эту электронную нагрузку. Да, она, конечно, не сильно универсальная, то есть, она от 25 мА до, ну, вот мы там в честь вот именно этого радиатора, который мы используем, так себе посчитали, она ограничивается 1,4 А, то есть, где-то 30 Вт она рассеивает. Ну, для такой электроники, вот которой мы занимаемся, в принципе, это вполне достаточно. Огромнейшее спасибо вам за просмотр, за ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ну, и всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.